Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Регулярное обсуждение современных взглядов на оптимальные подходы в лечении колоректального рака объясняется социальной значимостью проблемы, так как по показателям заболеваемости и смертности и в мире, и в Российской Федерации эта патология занимает одну из лидирующих позиций в общей структуре злокачественных наобразований. Выбор лечебной тактики в отношении диссиминированной формы заболевания определяется рядом важных факторов, среди которых ведущая роль принадлежит степени распространения метастазов, что обусловило появление в терминологии онкологов понятие олигометастатического процесса. И для колоректального рака оно предполагает изолированное поражение печени или наличие новообразования в лёгком. Глобально стратегия терапии метастатического колоректального рака претерпела серьёзные изменения с момента активного развития хирургии печени. Именно возможность радикального удаления метастазов, локализованных в печени и лёгком, позволила говорить о потенциальной курабельности распространённого колоректального рака. Изолированное поражение печени наблюдается у 25-30% пациентов. Однако для того, чтобы рассматривать клиническую ситуацию, подходящую для радикального лечения, необходимо оценить множество факторов, характеризующих опухолевый процесс и функциональный статус пациента. Так первостепенную роль играет, как уже упоминалось, число метастазов и возможность их полного удаления. В 2006 году были опубликованы результаты одного из ранних системных обзоров, объединившего сведения из 30 исследований. Авторами было показано, что среди пациентов с метастатическим колоректальным раком, которым удалось выполнить радикальные хирургические вмешательства на печени, показатель пятилетней общей выживаемости составил 30%. В сравнении с этим ни одному пациенту, которым хирургический этап не выполнялся, не удалось пережить этот рубеж. Помимо количества опухолевых очагов, возможности радикального удаления метастазов и сохранного функционального статуса пациента среди онкологических прогностических факторов необходимо также учитывать молекулярно-генетические особенности опухоли, а также технические условия для выполнения радикальной операции. Особое внимание уделяется не только технической возможности удаления всех метастатических очагов, а также необходимость сохранения не менее 30% функционирующей паренхемы печени, чтобы избежать развития печёночной недостаточности в послеоперационном периоде. Необходимость оценки молекулярно-генетического профиля колоректального рака перед решением вопроса о целесообразности использования агрессивных хирургических методик определяется тем, что в ряде исследований было продемонстрировано, что само по себе наличие мутации БИРАФ сопряжено с неблагоприятным прогнозом течения заболевания. Это было показано при анализе продолжительности жизни больных резиктабельными формами колоректального рака третьей стадии. Оказалось, что при наличии мутации БИРАФ больные жили достоверно хуже, чем пациенты без мутаций при проведении им одинакового объёма терапии. Дополнительным доказательством того, что наличие мутации БИРАФ сопряжено с негативным прогнозом течения опухолевого процесса, может быть крупный метаанализ 26 исследований, в которых авторами ставилась цель оценить взаимосвязь статуса БИРАФ и общей продолжительности жизни больных колоректальным раком любой распространённости при проведении любого вида терапии. И оказалось, что именно наличие мутации в гене БИРАФ приводило к увеличению риска смерти более чем в два раза в сравнении с больными без мутации. Но даже больные с изолированным поражением печени представляют собой очень разнородную группу. Небольшая часть из них, около 15%, имеют метастазы, которые могут исходно быть радикально прооперированы. Однако оставшиеся 85% им предложить операцию на первом этапе невозможно. И проведение эффективной противоопухолевой терапии в последующем у этой группы больных может позволить приблизительно у 20% пациентов перевести метастатический процесс в статус резектабельности. Для этой группы пациентов, согласно рекомендациям ведущих экспертных сообществ, должны быть предложены максимально эффективные, пусть даже и весьма токсичные режимы лекарственной терапии, включая триплетные комбинации и использование моноклональных антител. Именно такой подход с последующим радикальным хирургическим вмешательством позволит рассчитывать на достижение максимальных показателей продолжительности жизни. Однако проведение индукционной лекарственной терапии имеет ряд существенных ограничений. В частности, она должна прекращаться сразу, как только опухолевые очаги станут резектабельными. С одной стороны, это важно потому, что хирург должен быть уверен, что он удалил все имеющиеся очаги. Необходимо избежать их полного исчезновения на фоне лекарственной терапии. А с другой стороны, длительность индукционной терапии должна быть ограничена опасениями потенциального развития печёночной недостаточности. Как уже отмечалось, для достижения поставленной цели перевода опухолевых очагов в резектабельное состояние необходимо выбирать лечебные режимы с максимальной частотой объективного ответа. Какие же данные в процессе лечения нам могут подтвердить, что избранный режим лекарственной терапии действительно является оптимальным? Таким параметром, ранним индикатором чувствительности к лечению, оказалась возможность достижения раннего уменьшения опухоли в размерах. В большом количестве исследований при метастатическом колоректальном раке, в частности в исследованиях Prime, Tribe, Fire3 и метаанализе, опубликованном в 2014 году, отмечалась ассоциация между достижением раннего уменьшения размеров опухоли и увеличением продолжительности жизни. Эффективность оксалиплатин или натыкан содержащих режимов при метастатическом процессе одинакова как с точки зрения непосредственного эффекта, так и с точки зрения показателя общей продолжительности жизни. Однако необходимо отметить, что частота выполнения радикальных операций по ряду ранних исследований оказалась достоверно выше при использовании оксалиплатин содержащих режимов, что позволило включить их в рекомендации НССН в качестве предпочтительного режима первой линии. То, что именно возможность радикального вмешательства на печень вносит основной вклад в достижение долгосрочных показателей выживаемости, было вновь продемонстрировано в 2009 году, когда были опубликованы результаты ретроспективного исследования по лечению почти 2500 пациентов с метастатическим колорабитальным раком, части из которых выполнялись резекции печени, а второй части нет. Можно увидеть, что медиана общей продолжительности жизни в группе больных, достигших резекции, превысила 5 лет и составила 65,3 месяца. Еще один метаанализ, опубликованный в 2012 году и объединивших 4 исследования, оценил влияние на эффективность химиотерапии добавления ЭДЖФА-рингибитров у больных диким типом гена КЕЙРАС. Оказалось, что практически 20% пациентов после эффективно проведенной комбинированной терапии удалось в последующем выполнить радикальные операции на печени. Обновленный анализ при более тщательном отборе больных, в частности, с диким типом всего спектра РАС, позволил увеличить процент больных с радикально выполненными операциями до 30%. Все это нашло отражение возможности достичь медианы общей продолжительности жизни в 57,5 месяцев. Такие показатели долгосрочной выживаемости делают возможным сделать осторожное предположение о потенциальной курабельности этой группы пациентов. Еще одно небольшое исследование, как подтвердило высокую эффективность иринотекан содержащего режима в достижении высокой частоты ответа, так и вновь продемонстрировало схожий показатель частоты выполнения резекции печени при ее изолированном поражении около 30-40%. А также еще раз позволило подчеркнуть связь между ранним уменьшением размеров опухоли, увеличением частоты резекции печени и увеличением общей продолжительности жизни пациента. Медиана у прооперированных больных составила в этом исследовании 51,5 месяц. Более свежий анализ относится к 2018 году, когда были представлены данные при длительном наблюдении за пациентами, участвовавшими в исследовании FIRE-3. Оказалось, что независимо от варианта терапии, ведущую роль в увеличении продолжительности жизни играло выполнение операций на печени. Так, в группе пациентов, достигших резектабельности и при выполнении хирургического этапа, медиана продолжительности жизни составила 51,3 месяца. В группе достигших резектабельности, но без выполнения операции, уменьшилось до 31 месяца, а у тех, чей процесс остался нерезектабельным, едва перешагнуло за полтора года. Подгрупповой анализ позволил предположить, что при диком типе гена ФРАС применение антиэджиофар-агентов в сочетании с режимами FOLFOX или FOLFERI может существенным образом повысить процент резектабельности случаев. В исследовании ФАЕР-3 его удалось увеличить с 20 до 50% при использовании комбинации цитоксимаба с режимом FOLFERI. И вновь хочется подчеркнуть, что сроки проведения индукционной терапии должны быть разумно ограничены. Еще один очень важный анализ исследования ФАЕР-3 касается достижения резектабельности и увеличения общей выживаемости в зависимости от числа органов, пораженных метастазами. Оказалось, что при локализации метастазов только в печени или только в легком после радикальной операции медиана общей выживаемости превысила 6 лет и составила 64,1 месяца. Еще одна статья, которую хочется упомянуть, была опубликована в 2018 году. В ней авторы предлагают наиболее оптимальную стратегию лечения пациентов с диким типом гена ФРАС при метастатическом колоректальном раке в зависимости от поставленных целей. Если целью терапии является достижение максимального объективного ответа, высокой частоты раннего опухолевого ответа и глубины ответа, то использование антиэджиэфар-агентов в первой линии является самой оправданной стратегией. А комбинация химиотерапии с цитоксимабом в данном метаанализе продемонстрировала максимальный выигрыш по показателю частоты общего ответа. Но для того, чтобы возможность применения мультидисциплинарного лечебного подхода была адекватно оценена и максимально эффективно реализована, по мнению панели экспертов НССМ, пациенты должны быть направлены в референсные центры, которые обладают всем набором современных лечебных ресурсов. Таким образом, анализируя показатели медианной общей продолжительности жизни пациентов, которым в результате эффективно проведенной лекарственной терапии удалось выполнить резекционный этап органов, пораженных метастазами, можно с уверенностью говорить о том, что оригометастатический корректальный рак является потенциально коррабельным заболеванием. Вероятнее всего, этого можно достичь при опухолях, имеющих дикий фенотип, в отношении мутаций генов, рас и бирав, что позволяет применить наиболее эффективные режимы терапии. Критерием излечения является радикальное хирургическое вмешательство, которое должно выполняться сразу, как только процесс станет резектабельным. Это позволит не только избавить пациентов от опухоли, но и сохранить функциональное состояние печени. Благодарю за внимание.